Преступность в Ненецком округе снизилась почти на 6%. Насколько эта цифра положительна, обсудили на расширенном заседании коллегии окружного УМВД. Представители ведомства отчитались о результатах работы за первое полугодие 2015 года. 317 преступлений за 6 месяцев. Показатель зарегистрированных правонарушений снизился на 5,7% по сравнению с прошлогодними данными. По темпам снижения преступности Ненецкий округ занимает 6 место в стране. Положительная динамика наблюдается и в раскрываемости дел о разной сложности. За январь и июнь месяц текущего года всеми правоохранительными органами округа раскрыто 194 преступления. Это плюс 6% и на 25% больше раскрытых преступлений прошлых лет. По остатку нераскрытых преступлений сократился на 25% в абсолютных цифрах. Это с 95% до 74%. О том, что работа полицейских востребована, говорят и обращения граждан. За первые полгода их поступило более 3800. Показатель для округа самый высокий за последние 10 лет. Тем не менее, треть всех заявлений остаются без возбуждения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Особое внимание управление уделяет экономическим преступлениям против государства и незаконному обороту наркотиков. Несмотря на отдаленность региона, округ является определенным рынком сбыта. За 6 месяцев текущего года сотрудниками полиции пресечено 19 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 62 грамма наркотических средств, что составляет 44,6% всех изъятых в округе. По словам заместителя прокурора, который принимал участие в заседании коллегии, положительные цифры не раскрывают всей сути. Анализ снижения преступности показал – снизилась преступность средней тяжести. Количество особо тяжких выросло на 30. Если делать более глубокий анализ, получается, что преступность у нас общая упала на 6%, а рецидивная преступность упала на 25%. О чем он так говорит? Это говорит о том, что в совершении преступлений вовлекаются новые лица. А это неправильно. Мы, соответственно, увлеклись профилактикой ранее судимых, но не занимаемся в той мере, в какой это положено, профилактированием совершения, вовлечения новых лиц в совершение преступлений. Заместитель прокурора сделал акцент на работе с лицами, которые входят в категорию риска. В прошлом году на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений было отмечено – привлечение населения к спорту и физкультуре предотвращает преступность. Также зампрокурора отметил необходимость ускорять рассмотрение дел, которые месяцами лежат без принятия решений. Из-за волокиты нарушаются права пострадавших. Положительные результаты принесет и плодотворное сотрудничество с другими органами правопорядка.